Краткосрочный или долгосрочный кредит? ЛАД-кредит предлагает оба до 500 евро на срок до 30 дней или до 1000 евро до 12 месяцев. Зайди на ладкредит.лв и получи решение в течение 15 минут. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Пятница, обычно в это время мы подводим итоги недели, и она получилась очень бурной. Сейчас мы обсудим это с хорошо известным вам историком и публицистом и руководителем организации Европейская Русская Инициатива Игорем Ватулиным. Добрый день. Добрый день. Может, начнем даже не с тех событий, которые на этой неделе происходили. Ну, конечно, 9 мая ключевое, но все-таки вот тот сюжет или тот репортаж, который был показан по немецко-французскому телеканалу «Арта», и он вызвал вообще бурю эмоций в политических кругах, а вот ТБ Вису Латвии даже направил какое-то письмо с Тратком, где вас тоже заклеймило позором. Да, но там они сильно преувеличили мою руководящую роль в создании этого фильма. Может быть, несколько слов о самом сюжете. Я понимаю, что вы ни в коем смысле за него не отвечаете, но все-таки. Прежде всего, надо сказать, что те вот критики и, можно сказать, противники этого фильма, они спутали телевизионные каналы. Они, наверное, вот прочитали название действительно германо-французского канала, который в основном производит такую культурную и там на социальные темы продукты медийные с каналом «Арти», «Раша Тудей». И вот оптика была настроена на то, чтобы найти там, найдите 10 похожих моментов с российской пропагандой. Ну, если ты хочешь что-то найти, ты это непременно найдешь. То есть, если я правильно понял замысел создателя этого фильма, то основного автора Сюзанну Розер, там вот были два таких источника ее интереса к теме русского национального меньшинства в Латвии. Первое – это удивление, и второе – опасение, можно сказать, страх, который был вынесен в заглавие этого фильма. Фильм называется «Culture Camp in Letland», то есть борьба за культуру в Латвии, страх перед русскоязычным меньшинством. То есть, кто боится русскоязычное меньшинство. И вот это вот удивление, она как свежий человек, живущий в Мюнхене, и с проблематикой латвийской, до сих пор не сталкивавшаяся, но делающая фильмы в разных частях. Да, вот тут ее реакция на первое соприкосновение. Сейчас она делает фильм в Румынии, например. Так вот, это искреннее удивление. Вот как так, столько неграждан, до начала 2018 года 233 тысячи там с хвостиком. Все равно много. И, да, и политика в школьной области, ну вот, я так понимаю, ее это как свежего человека, мы-то привыкли, а она как свежий человек, она искренне удивилась. И потом она начала разбираться, вот вышла на Елизавету Кривцову, ей там посоветовали Иосифа Корина, ну, при всем уважении к колоритному Иосифу Михайловичу, все-таки как типичный латвийский негражданин, он немножечко вот, ну, это уже там вкусовые суждения, можно по-разному это оценивать. И возник вот этот фильм, который сделан именно как фильм телеканала «Арте», то есть это не напрямую, это не утверждение какой-то авторской позиции, а это такой тонкий монтаж монологов, видов, видов природы, репортажей, из которого, ну, вот, создается какое-то вот общее впечатление, и вообще продукция телеканала «Арте» подразумевает достаточно высокий интеллектуальный уровень и необходимость, ну, как-то перерабатывать и интерпретировать то, что показывается. То есть там закадровый голос по минимуму сообщает какие-то базовые факты. К сожалению, там было несколько, ну, скажем так, ну, не прямо ошибок, а шероховатостей, хотя, ну, они действительно там минимальны, но вот к этому там придрались, сказали там неверную информацию, ну, чуть можно было быть точнее. Но в целом там в основном вот те вещи, в которых упрекают этот канал, их произносят люди, герои, можно сказать, этого фильма. Не авторы, а герои, да. Да, Елизавета Кривцова, Татьяна Жданок, Райвис Дзинтерс, там Тхачиха и Царниковы, Ария Цекула, там молодые ребята, русские, ну, русскоговорящие, но разного этнического происхождения в Лепойской коросте. Вот они там произносят свои какие-то монологи, участвуют в каких-то обсуждениях, беседах. И характерно, что там вот критики фильма заметили Татьяну Жданок, Иосифа Корина, Елизавету Кривцову, но не заметили, например, что там Райвис Дзинтерс вообще-то. Да, он сам давал интервью. Нет, он там вот в ходе шествия 16 марта, он там говорит, в чем цель этого шествия, вот как мы на это смотрим и так далее. То есть фильм в этом, но фильм посвящен русскому национальному меньшинству, и поэтому там, естественно, ну, показано в основном вот это. Но показано тонко, нелинейно, и этот фильм требует, в общем, определенной работы от зрителя. К сожалению, его на сегодняшний день можно посмотреть в немецком исходном варианте, и включив, например, английские субтитры. Слава богу, они появились, вначале их не было. И вот мы поэтому специально устраивали показ этого фильма с синхронным переводом на русский, чтобы люди могли посмотреть. И с моей точки зрения этот фильм абсолютно не пропагандистский, а это фильм про коммуникацию. То есть там показаны три модели взаимоотношений у нас в Латвии. И первая модель – это она представлена Татьяна Жданок, Райвис Дзентерс. И, кстати, обе политические силы названы радикальными. Партия «Русский союз» в Латвии названа промосковской. Так что тут говорить о каких-то особых симпатии авторов к Кремлю или к Татьяне Жданок там, ну, как бы не приходится. И вот совершенно очевидно, и там происходит перепалка между Татьяной Аркадьевной и какими-то болельщиками мероприятия 16 марта у памятника «Свобода», совершенно понятно, что вот здесь люди живут в разных мирах, у них разное понимание истории, и вместе им не сойтись. Это вот первая ситуация. То есть никакой коммуникации, никакого взаимопонимания люди готовы сражаться. Это вот культуркамп в чистом виде. А вторая модель – это Елизавета Кривцова и вот эта самая ткачиха Ариа Цекула. У каждого свой мир, своя судьба, но они способны понимать друг друга. Они способны говорить. И вот фильм, по-моему, это достаточно хорошо показывает. Я так понимаю, что… И третье – это вот ребята Лепойской Коросты, там вот общество «Дети Коросты», а им наплевать вот на эту проблематику, по поводу которой сражаются вот первые… Они из другого поколения. И они знают разные языки. И для них вот там реформа образования, ну… Постольку-поскольку. Постольку-поскольку. И, может быть, это и неправильно, можно от них требовать большей… Гражданской позиции. Да, гражданской позиции. Но вот фильм реально показывает, что вот неинтересно им это. И там, в общем, достаточно… Ну, и они… Вот граждане мира. Там вот это показано. При этом там разность взглядов тоже. Они там обсуждают всё это. То есть, вот на мой взгляд, вот фильм про это. Про разные способы взаимопонимания или его отсутствие. И в этом смысле вот такое метафорическое, навевающее исторические аналогии название культуркамп, то есть борьба за культуру, это отсылка к политике Второго Рейха, это вот эпоха Бисмарка, Вильгельма Первого, в отношении религиозных католиков и национальных меньшинств, поляков. То есть, там вот, если мы посмотрим вот этот понятийный строй культуркамп тогда, то там вот доминирует укрепление госязыка, лояльность. В общем, фактически наш вот словарь, он использовался уже тогда. Да, разумеется, это вот такой национал-романтический тренд, укрепление государственной титульной нации, подавление национальных меньшинств. И, к сожалению, мы в Латвии видим вот, ну, сходные процессы. Это о чём надо громко говорить, в том числе и в день, в год, столетия Латвийской республики. И там вот реакция посольства Латвии в Германии, с одной стороны, она понятна, ну, как бы про страну говорят, скажем... Негативно. Ну, даже не негативно, а без апологии. То есть, это не видовой фильм, снятый Институтом Латвии. Или вот, посмотрите, сколько красиво Латвия, как там... Сколько озёр. Сколько озёр, какие у нас хоры, какие у нас танцы и так далее. Этот фильм совершенно другой, он вскрывает реальные проблемы. Ну, тут вот, ну да, вот. Нет ли здесь какого-то подвоха? И вот, если смотреть через оптику Russia Today, то можно найти, ну, какие-то там, вот, да, там появляется Татьяна Аркадьевна Жданок и говорит от первого лица. Ужас-ужас. Да, но, может быть, вот эта вот реакция такая гневная и национальное объединение, ну, посольственно, понятно, они должны как-то реагировать, работа у них такая. Но, тем не менее, не является ли вот эта такая вот реакция нервная, вот, удивлением от того, что за пределами России, ну, когда российский сюжет, это понятно, сразу там, ука Москвы, там, пропаганда Кремля, информационно-гибридная война. А есть, видимо, создалось такое ощущение, что, не знаю, в Западной Европе плохо о Латвии говорить нельзя, не принято и, в принципе, нечего. Да вот в том-то и дело, что неплохо. Вот в том-то и дело, что неплохо, просто говорить сложно, я бы сказал так. И, насколько, опять же, я понял, вот основного автора фильма Сюзанну Розер, вот кроме этого изначального удивления, у неё вот реально, ну, в подкорке существует страх перед вот этим популистски-традиционалистским, или, как мы мягко говорим, национал-романтическим трендом, который поднимает голову вот в странах Европейского Союза, Польша, Венгрия. Что там из этого тренда можно увидеть и в Германии, и она вот увидела этот тренд в Латвии. И правильно увидела, мы тоже, в принципе, обеспокоены. И её, вот я до конца не понял, почему этот тренд тревожит куда больше, чем очень сходный вот этот вот постимперский тренд, который мы видим в России, прежде всего, и где-то, так сказать, приняло уже брутальные формы аннексии в отношении соседней страны, это мы видим в Брексите, это отчасти мы видим, ну, в избрании Трампа в Соединённых Штатах Америки, то есть Америка превыше всего. Вот это её как-то тревожит меньше, но на то она и автор, чтобы иметь право на авторский произвол, но я считаю, что если вот не говорить там о некоторых небольших шероховатостях, которые там совершенно не меняют картины, этот фильм вполне корректный и абсолютно не пропагандистский, это сложный фильм. Хорошо, а вот всё-таки возвращаясь вот к Латвии, нет такого ощущения, но это уже, может быть, не связано прямую с фильмом, или, может быть, связано, что вот Национальное Объединение и ТБ Весвот постепенно, постепенно, да, и определяет основную политическую повестку дня, по крайней мере, вот всех этих языковых вопросов в национальной политике, и остальные их партнёры, они ведь не единично правят, скажем так, да, все остальные их партнёры, которые имеют всеми больше мандатов, кстати говоря, и единства, какого бы она ни было сейчас в состоянии, и зелёные крестьяне особенно, вот эту повестку дня смиренно принимают и реализуют. Ну, условно говоря, реформа, да, реформа, запрет предвыбанной агитации, как там написано в иностранных секретах, да-да-да, и это тоже, скорее всего, примем. И это примем, и это примем, и штрафы увеличим, то есть всё примем. Ну, не, ну, с основной констатацией, что вот так примерно происходит, я соглашусь. Единственное, что вот если под национальным объединением, там, идеями, стратегией, там, ценностями национального объединения понимать вот этот национал-романтический тренд, Латвия для латышей, ну, там, как бы, ритуально они говорят, да, там, национальное меньшинство, признаём, но они должны вот, как бы, делать, вот, как говорилось в фильме Ку Кинзадза, делать Ку титульной нации, и, ну, вообще, вот если в год-столетие мы можем сказать, что вот Латвийская республика исторически, она явлена в двух ипостасях. Это демократическая парламентская республика 18 ноября, вроде бы, столетие которой отмечается, и республика 15 мая, которая была учреждена в результате авторитарного переворота Карлеса Ульманиса. И вот у нас, можно сказать, продолжается диспут, дискуссия, борьба. Такая же республика должна быть. Культур-камп между вот этими двумя латвийскими республиками. И вот парадоксальным образом в год-столетие Латвийской республики Ульманисовская Латвия побеждает. 15 мая она побеждает. Но это дух партии национального объединения, который постепенно овладевает все большими политиками. Потому что Карлес Шадурский, на минуточку, он представитель партии, которая до самого недавнего времени позиционировалась как проевропейская, либеральная. И вот странным образом ему, я до сих пор не понимаю, каким образом, ему удалось убедить товарищей по управлению единства. Включая господина Аши Радонса, вроде бы либерала. Совершенно, да. И там Лолита Чигана и прочие совершенно замечательные. Там Алексей Лоскутов и так далее. Другие замечательные либеральные люди. Потом единство своей инициативой, так сказать, заразило правительство, большинство Сейма. И, к сожалению, ну вот так, анализируя эту ситуацию, приходишь к неутешительному выводу, что вот люди, которые вроде бы там даже провозглашают верность европейским ценностям, они ведут себя, как павловские собаки. Вот по этой формуле стимул-реакция. То есть, как только звучит укрепление госязыка, все берут под козырёк. И совершенно не разбираясь вообще, что будет в результате, почему это провозглашается, почему эта вот инициатива была день в день оглашена Шадурским ровно за год до парламентских выборов. То есть, как-то вот все отреагировали, ну, с каким-то, я бы сказал, позорным единодушием. Ну, к слову сказать, вот реакция на акции Татьяны Аркадьевны и Русского союза Латвии, которая, кстати говоря, была воскрешена из политического небытия, благодаря Карлесу Шадурскому, она абсолютно идентична. То есть, когда говорится, там, даёшь русские школы, руки прочь от наших школ, все берут под козырёк, ну, достаточно много людей, и выходят на улицу, опять же, не разбираясь, кто выходит, зачем выходит, какие цели ставятся, чего добиваются. Потому что вот эти требования русской школьной автономии по образцу законодательства 1919 года – это мимо. Там, как бы мы ни относились к этому законодательству, оно сегодня неприменимо. То есть, вот, да и вообще, честно говоря, вот фигура Татьяны Аркадьевны и деятелей Русского союза Латвии после поддержки Крыма, после вот всех этих акций по поддержку путинского режима, это абсолютно токсичная политическая сила, в условиях демократии пусть она действует, всё в порядке, но вот Карлес Шадурский показывает, вот смотрите, кто против. Жданок, её компания, и все это укрепляют, вот, стремление взять под козырёк и поддержать Шадурскиса. Так что вот мы видим действительно такое вот скатывание в национал романтизм, и, ну, я думаю, единственное, ну, как бы, утешение может быть такое, что любой тренд, он достигнув своего пика, потом начинает идти на нет. Ну, а если мы чуть-чуть углубимся вот в эту специфику школьной ситуации в сегодняшней Латвии, потому что всё, что делается, делается в контексте компетентностной реформы, и там не только школы нацменьшинств, но там и оптимизация всей школьной сети, там и шестилетки, там и закрытие школы, реформа детских садов, по существу. Там реформа интернатов, реформа детских садов, то есть там очень большой комплекс, и всё это происходит в ситуации, когда школа, вот, классно-урочная система, содержание предметов, всё это находится в глубочайшем системном кризисе. Причём не потому, что кто-то виноват, кто-то недоработал, а просто вот глобальный интернет и изменение общества, изменение целей, изменение рынка труда не в последнюю очередь, вот всё это привело к тому, что во всём мире, ни в одной Латвии школа находится в кризисе, и я вот рассматриваю Карлеса Петерисовича и Татьяну Аркадьевну, как вот таких ангелов-разрушителей, которые вот делают этот кризис очевидным. И так, и без того, кавкянскую ситуацию в любой, там, неважно, национальных меньшинств или латышской школе, вот этот уровень идиотизма и безумия, он вот этими инициативами доводится до предела. И тут получается, вот как в своё время пели в гимне «Интернационал» весь мир вот этот вот мы разрушим до основания, а затем, ну вот остаётся надеяться, что затем последуют какие-то усилия по реальному осознанию ситуацию, какой должна быть современная школьная система. Да, привел всенадолго новостей реклама. Игорь Ватольев, на студии. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, добрый день, ещё раз. Нас разделяет, я имею в виду латвийцев, не только вот настоящие, вот разный подход к решению тех же национальных вопросов, но и прошлое. Это особенно всегда заметно и чувствуется 9 мая, ну 16 марта само собой, но 9 мая особенно. Мы знаем, что целый ряд политиков по традиции клеймят позором те, кто приходит к монументу. Игорь Ватольев у нас, напомню, в студии публицист и историк руководителя организации Европейская русская инициатива, всё-таки с этим надо что-то делать там, не знаю, 9, 8 мая? Или не нужно вот установившиеся традиции ломать и всё оставить? Я, как человек либеральных взглядов, считаю, что всё действительно разумно. И если какие-то люди хотят проводить в рамках закона какие-то мероприятия в том или ином месте, они имеют на это полнейшее право, как и другие люди, как-то на это реагировать, комментировать, ну, вплоть до протестовать. Хотя вот протестовать против права людей проводить какие-то мероприятия, это, мне кажется, не совсем нормально, но, опять же, все на всё имеют право. Но, мне кажется, вот главное, в чём может быть более продуктивная, наиболее продуктивная, так сказать, богатая презумпция богатства отношения к этим обоим мероприятиям и 16 марта, и 9 мая, это попытаться понять, что там происходит по большому счёту. Потому что никакая пропагандистская версия с любой из сторон, там бушируют эсэсовцы или там путинисты демонстрируют лояльность России, они даже близко не исчерпывают смысл происходящего. То есть 16 марта это сложное, многослойное мероприятие, там есть и политический пиар, несомненно, но там есть и действительно реальные чувства и на тему истории, и на тему современности, обращённую к латвийской политической элите. И там, и здесь. И 9 мая – это вообще, мне кажется, уникальный народный праздник, про который бессмысленно как-то говорить, хорошо это или плохо. Он просто есть. Люди, убеждённые в том, что Великая Отечественная война, как часть Второй мировой войны, сводится к сражению сил света и сил тьмы, сил добра и сил зла. И вот силы добра и света победили. И мы собираемся, чтобы отметить вот эту победу сил света над силами тьмы. Это происходило на протяжении всей жизни людей, которые собираются там у памятника освободителей 9 мая. Это весна, это весенний праздник, когда природа просыпается от спячки. Это тоже, как мне кажется, важный аспект всего происходящего. И вот, опять же, как к этому не относись, но вот реальным событием, собирающим русскую общину, народным праздником, аналогом латышского праздника песни выступает 9 мая, отмечание Дня Победы. Опять же, как к этому не относись? И вот, а про народный праздник нельзя сказать, вот хорошо это или плохо. Можно просто попытаться понять, а что реально там происходит. Вот, по моим наблюдениям, до какого-то момента, до начала 2000-х, вот то, что происходило 9 мая, носило отчасти протестный характер. Но в какой-то момент это событие стало таким народным гулянием, народным фестивалем. Там стали звучать, ну, не просто там песни военных лет из репродуктора, а возникла сцена, там выступают артисты, певцы там танцуют танцы. Вот в этом году очень значительно расширилась зона общепита, такое вот ледо под открытым небом. Люди на траве устраивают пикники. Многие люди, вот в том числе и я, встречаются с какими-то знакомыми раз в год. Именно там. Да, именно там, на 9 мая. И вот эта вот историко-мемориальная тематика, она там, несомненно, присутствует. Это вот остается, вот эта вот советская версия Великой Отечественной войны, она там остается базовой, но люди туда приходят не только за этим. Там довольно мало скорби, прямо так скажем. Там очень много вот этой вот весенней радости, и это нормально. С другой стороны, конечно, вот там ощущается ностальгия по Советскому Союзу. Вот если послушать, какие разговоры там говорятся, там обсуждается, что вот как хорошо было там при Советском Союзе. Это вот было и в этом году. Ну да, в общем-то, это очень, как это сказать, мероприятие, которое демонстрирует симпатию России, вот и путинской России. Там всегда можно заметить несколько человек с российскими флагами в маечках «Крым наш», но это не главное содержание этого мероприятия, а главное, что это вот это народный праздник, народный фестиваль, вот как латышский праздник песни, бразильский карнавал или мексиканский день мертвых, то есть, когда люди собираются, чтобы ощутить, вот, что мы вместе. Другое дело, вот насколько такое понимание Второй мировой войны соответствует, ну, состоянию исторического знания. Очень мало. Очень мало. Мы знаем, что пытаться представлять себе Сталинский, Советский Союз и Сталинскую армию как светоч, как вот средоточие сил света, ну, это так же странно, как представлять собой, ну, например, Вермахт, который сражался за нацистскую Германию, гитлеровскую Германию, тоже вот как какую-то вот светлую силу. Вот такое базовое понимание, что война это ужас, вот тотальный ужас, оно среди отмечающих этот день отсутствует или выключается на время народного праздника. Я вполне допускаю, что люди вот до и после 9 мая, которые там находятся, они понимают, что там на первом этапе войны Сталинский и Советский Союз и Гитлеровская Германия были партнерами по там расчленению Польши. Они понимают, что после 9 мая Красная Армия не покинула территорию Латвии и продолжился оккупационный режим. Но вот тем не менее, 9 мая это праздник. Ну вот мне кажется, там не вдаваясь может быть в какие-то очень серьезную историческую, хотя это тоже понятно, неизбежно, но тем не менее составляющую. Все-таки мы говорим, вот вы правильно заметили по поводу народового праздника, мне все-таки кажется, что вот из-за всей этой ситуации в Латвии, ну скажем так, может быть я не буду употреблять слово переписывание истории, ну какой-то там определенная корректировка истории в выгодном свете правящей элите все-таки произошла. Определенное смещение акцентов, ну мне так по крайней мере кажется. И в результате вот всего этого с одной стороны и с другой забылось как бы вот эта дата, не знаю, 8-9 мая акт капитуляции. Да, мы понимаем, что было в 39-м году, понимаем в 40-м, 41-м и так далее, Сталин сотрудничал с Гитлером, Гитлер со Сталиным, это все понятно. Мы говорим, что в итоге все закончилось не только силами Советского Союза, но и силой антигитлерской коалиции, которая в принципе, но это действительно историческая дата, я думаю, вы как историк отрицать не будете, 8-9 мая акт капитуляции. Нет никого, кто это ответит. Естественно, но в результате мне так кажется, что акценты, ведь точно имеют значение акценты, были за последние 27 лет смещены до такой степени, что это как бы такое малозначительное событие, которое может быть имело место, быть может быть, но в принципе для Латвии это никакой роли не сыграло, а раз для Латвии не сыграло, то в принципе проехали, нечего это праздновать. Нет, Абик, я вот что пытаюсь утверждать, что, ну, во-первых, про переписывание истории, дело в том, что история это такая область гуманитарного знания, где основной процесс это как раз переписывание, то есть, это порождение производства новых и новых версий, которые опираются иногда на те же источники, иногда там появляются новооткрытые источники, новые массивы, которые вот до сих пор не и продолжают писаться книги о греко-персидских войнах, хотя вот первая история, вот книга под таким названием была Геродотом написана там 5000 лет, вернее не 5000, а 500 лет до нашей эры, но тем не менее вот история продолжает писаться и когда говорят вы хотите переписать историю и так далее, ну каждое новое поколение не может не переписать историю, прежде всего потому, что меняются вопросы, которые мы задаем источникам и прежние версии не отвечают на эти вопросы, поэтому здесь вот какие-то такие я так понимаю, я согласен это вы переписываете, нет, это вы переписываете, это чисто такой комический контекст, я просто имею ввиду, что иногда переписывают так, что события, которые имело место быть, больше как бы вообще по существу, нет, просто вот представление о том, что есть вот какие-то события, которые общеважны вот для всех групп населения, для всех государств в равной степени, оно мне кажется, ну от него пора отказаться, дело в том, что вот в современном плюралистическом мире ну вот что-то интересует одну группу, что-то интересует другую группу, для Латвии как страны, как государственности с завершением Второй мировой войны на территории Европы история оккупации не закончилась, это вот этот факт, к нему можно по-разному относиться, тоже считать его важным или не слишком важным, но это не значит, что этот факт отвергает сам факт разного третьего ряда. Мне кажется, вот каждый может согласиться, что вот 8-9 мая это одна и та же дата, тоже забывают. Но она есть в истории? Она безусловно есть. Она, наверное, важнее в истории, чем 16 марта искусственного мира. Нет, так вот как говорится тухум хау. Вот есть люди, для которых искренне вот 16 марта остается ну невероятно важной датой, которой они особенно если участвуют в подготовке, а 9 мая воспринимается как вот что-то враждебное. Ну и пожалуйста, все имеют право на все. Я хочу сказать, что не может быть какой-то одной единственной королевской версии истории, которая должна быть навязана там всем и вся. Но факт есть, и 16 марта есть такие события, и 8-9 мая это важная веха, несомненная. Мне кажется, какой-то общегуманитарный смысл 8-9 мая это день победы жизни над смертью. Вот никто наверное не будет отрицать, что после 8-9 мая шанс выжить по обе стороны фронта они он увеличился. Хотя мы знаем продолжилась там продолжилась история национальных партизан, были еще бои в Японии, там непрерывный террор продолжился, была депортация 49-го года, а последние национальные партизаны там 53-й, 54-й 56-й годы, но шанс на выживание резко пошел вверх. И спасибо за это матери истории и вот тому ходу событий, который она фиксирует. А вот дальше как к этому относиться? Ну вот еще раз при рациональной интерпретации не может Сталинский Советский Союз рассматриваться как сила света. Эта версия восходящая к военной пропаганде, когда информация, агитация являются не меньшим оружием, чем Катюши или автоматы Калашникова, они позже появились, вот когда стрелковое оружие. Ну вот я думаю, что по прошествии более чем 70 лет можно немножечко ну как-то отказаться от базовой пропагандистской версии времен войны и смотреть на события более широко. Но я подчеркну, люди имеют право на любые взгляды, любые убеждения и говорить, что вот вы что-то там неправильно празднуете, ну это, мягко говоря, не совсем конструктивно и в основном бессмысленно. Может быть, последний вопрос так вот время у нас стремительно идет, много тем не успели обсудить, но все-таки есть ли какие-то ощущения, что не знаю, что вот эти исторические противоречия, которые раздирают латвийское общество, по крайней мере, какую-то его значительную часть, они как бы со временем, может быть, когда вот молодое поколение появится, которое в сюжете арте фигурировало, что это вот перестанет быть вот таким вот действительно раздражителем, это просто будет частью истории. Не, мне кажется, вот многообразие мнений, их какая-то вот конкуренция, обсуждение, это, ну, обогащает. Вот тут главное отказаться от такого монологического, единообразного взгляда, от уверенности, что моя точка зрения самая главная и единственная, и попытаться увидеть во взглядах другого не только, не угрозу, а ресурс для собственного развития. Вот мне это кажется главным. И вот мы тут говорили на такие достаточно, ну, скажем, не всегда радостные, веселые темы, но вот тут перед самым эфиром мне мой приятель, мозаичистый писатель Вадим Верник сообщил, что его книга «Горлица», изданная в прошлом году, она стала номинантом на получение российской царско-сельской премии. Там вот номинантами и лауреатами были, можно сказать, все ведущие деятели культуры России. И мне кажется, вот это вот очень интересное и позитивное известие, что вот русскоязычный латвийский автор, он вот замечен в русском, не путинском, шовинистическом, а русском культурном, гуманитарном мире. И это хорошо для всех латвийцев, что имя Латвии вот прозвучит в таком гуманитарном контексте. Спасибо большое, Игорь Батолин у нас был в студии. Спасибо. Спасибо.